Всем привет! Меня зовут Егор, вы на канале КВСДД и сегодня в ролике у нас Маларин на снайпере. Всем приятного просмотра! Итак, давайте к закупу. Он купил себе стики, цирклет, слиперов агилити и пару веточек. Далее хочет взять себе в РСБ и на первом левеле взял себе хэдшот на доминацию на линии. Против него у нас на этой линии будет играть Зевс. Зевс довольно-таки сильный герой и хороший лейнер. Давайте посмотрим, как Маларин отыграет у нас этот матчап. Доносит себе хил в виде танго сразу же. Рэнджа не добил, не подрешитал урон. Печально. Ну и пока 2 на 1 из первой пачки. Ой, еще плюс мисс вылетел. Не повезло Маларину. Еще один мисс. Уф. Это тильт уже. Есть левел 2. Взял себе аим. Есть дополнительная дальность атаки. Это всегда хорошо. Можно стакнуть себе лес, поставить какой-нибудь опс и леса стакать. Потом это все дело зафармить через шарапнель. Естественно. Доносит себе в рисбенд. Далее, видимо, хочет выйти в еще один. И пока 8 на 2 от Маларина. 7 на 2 от Зевса. Доносит себе ботл, видимо. Да, сейчас распушит линию и заберет руну воды. На 2 минуте игры. Есть еще один уровень. Хорошо. 12 на 4 от Маларина. Выровнялся. О, так есть еще одна руна воды. Зевс распушит эту линию. И также заберет еще плюс нижнюю руну воды. Не доиграем Маларин немножко. Ранжа сейвит. А Зевс забирает еще одну руну воды. Ай-яй-яй-яй-яй, конечно. Взял себе хедшот в 2 на доминацию на линии. Но пока такая себе доминация, конечно. Доносит себе апнутые стики. И также терклет еще один. Далее хочет выйти сразу же в ВПТ. Есть четвертый уровень. Возможно, возьмет Шарапнель. И будет стакать Лиса. Есть Шарапнель. По скиллам играет 1-2-1 пока. Хороший динай. Сагривает на ранжа сразу же. Линия у нас делится. Ранжа нужно добивать. Но не получается. Там Зевс это тяжеловато. Еще пытается динай. 12 стиков у него в запасе есть. Четвертая минута совсем скоро. И будет резаться очередная руна воды. Обязательно нужно будет ее забирать. Сейвит у нас линию Маларин. Отзонивала Зевса. Не дает подойти. Шарапнель стакает себе большой К. Четвертая минута игры у нас резается. Ресается руна воды. Обязательно нужно забирать хоть одну. Есть Аим. Есть Шарапнель. Можно было как-нибудь поднапасть на Зевса. Тяжеловато все равно его убить. Понимает об этом Маларин. И просто-напросто отпускает. Итак, левел 5. Взял Шарапнель в 2. Нажимает Шарапнель и распушивает центральную линию. Нажимаете у нас Глиф. 17 стиков. Активные. 18. Надо нажимать уже. Нет. Идет на базу. Восстанавливает себе ресурсы. Мог зайти в лес. А, кстати, нет. Возвращается. Да, и можно стакнуть. Зачем убегать на базу? Ну, я даже тоже не понимаю этого. Стакнуть себе большой через Шарапнель. Хорошо. Шарапнель откинуть в центр и просто-напросто стоять. 18 стиков есть. Никого не боимся. И что? Ой, Зевса. Ты играет плохо. Не прокликал. Тапок себе доносит. И доносит также рейндропы. На всякий случай. Пятая минута игры. Давайте посмотрим по нитворцам. По нитворцам видим, что Маларин занимает нас лидирующее место. Шестой уровень. Ассистинейт возьмет. Либо же возьмет Шарапнель на фарм для леса. Пока думает. Хочет под тележку. Распушить метавр. Вместе с пачкой. Шарапнель кинул. Распушил линию. Зевс летит. Но тавр падает. Шестая минута игры. Рестается активка. Зевс стягивается на нижний урон. Можно подловить. Руна сверху. Это руна волшебства. Да, да. Я всегда хотел быть огромным спецназом. Я всегда хотел быть огромным спецназом. Но Скудвинг тут рядом. Возможно, хотят выйти на Зевса. Обходит его. Ставится опс за тавр между тир-1 и тир-2 тавром. Шарапнель в центр. Отпушивает. Зевс поднимает это. И играет максимально сайвово. Видимо, была инфа про худвинка. И поэтому особо не стягивается. Точнее, не высовывается. Есть ПТ. Есть Фрестбенд. Есть Апнутые стики. Есть Райндроп. Ставится опс. Глубокий. В свой лес. Дальше нужно стакнуть. Что большое, что среднее. И потом все это дело зафармить. Драгонлайнс дальше себе хочет выйти. Все-таки нет. Пока не стакать. На шестом уровне играет. Далее выше Рапнель. Седьмой уровень. Шарапнель в четыре. Максимально на фарм. Хочет отыгрывать Малрин. Его можно понять. В этом есть смысл. Кинуть в центр. Шарапнель. Распушить линию. И дальше заниматься лесами. Ну, конечно, их спутеряем. Но все равно. Это в целом неплохо, я бы так сказал. И пока две тысячи за командой Рейдентов уже на седьмой минуте игры. Итак, средний кэмп идет дальше. Очень хорошо. Бить обязательно. Далее можно стакнуть большой. Снизу. Почему бы и нет? Мы успеем все равно в центр. Восьмая минута. Активка, видимо, хочется отыграть через активку. Малрин. Идет наверх. Усиление урона. Шикарно. Угадывает он с урной. Очередной раз. Восьмой лебл. Можно через телепорт на бот. За деф и тавер. Плюс убить кого-то. Нажимается телепорт. Зацепить бы как-нибудь стан хоть что-то. Но тяжеловато. Снайпер довольно-таки медленный герой. Но хороший шарапнель. Ну и это легкий килл для Малрина. Первый в этой игре. У меня достак на средний камп. И также большой. Если получится, это будет вообще в идеале. Хотя бы кинуть шарапнель. Средний. Но почему бы нет? Ты уже не успеваешь. И сейчас бы зафармил бы все это дело. Вообще было бы классно. Немножко не доиграл. Ну или видимо. Или вообще забыл про это. Девятая минута игры. 4500 у него по Нетворсу. Очень хороший Нетворс. Очень хороший фарм. Хорошо отыграл он в начале игры. И Драгонлайнд себе уже несет. Далее выход в молнии. Видимо через руку. Хочет играть у нас в Малрина. Без всяких гонимов пока. Без ничего. Спектра. Немножко подфидивает. Подфиживает у нас в топе. Это не прикольно. Я не могу понять. Это Хардлайн? Или это... Что это вообще такое? Секунду. Нет. Это Корр. Спектра. Дисперсером в 3. Интересно. Ну ладно. Видимо игра будет на Маларине полностью. Так он зацепили Зевса. Пытается как-то убить. Ассинет у нас есть. Умирает Зевс в центре. Далее тут еще Тинни. Десятая минута. Летит Марси. Плюс Висп. Ой-ой-ой-ой. Маларин в опасности. Пытается добить. Но по нему... Он даже не видел. Он даже не видел. Что его блюд есть. 15 стиков. Но тут вся команда Рейдинтов. И просто-напросто разваливает всю команду. Дайер. Даже стики не были сжаты. Настолько он уверен в себе. Уловили еще растение. С худвинком. И это очередной килл для Маларина в этой игре. Дживеринг себе дальше доносит. Но мне кажется сомнительным этом как будто... Можно было купить молоток на урон. Или же на скорость атаки. Офармить большой. Мне кажется можно было стянуться на Эншентов. Вот сюда вот. Стакнуть их. И зафармить большой камп. Десятый уровень. Для Маларина. Играет пока по скиллпоинтам. По талантам ничего не берет. Опять стягивается на нижнюю линию. Хочет выйти у нас на Висиджа. Шарапнет пошел. Здесь же рядом Тинни. Тинни пытается как-то подсевить. Ассасинейт. И это килл для Маларина. Хорошо. Плюс еще птичку добить. Но не получилось. Ну и ладно с этой птичкой. Как-то сказать пофигу. Вот стаки еще. Шикарно просто. Можно через Шарапнель стакнуть. Хотя бы средний. А его уже зафармили. Двенадцатая минута игры. Активка. Руна счета. Снизу опять же для Маларина. Как же сильно ему везет. Летит Фисп. И сразу же в таверну. И вот дальше Марси. Марси в опасности. Как-нибудь будет подзамелить. Даггер летит. Ультует Белка. Хорошо. Ассасинейт у нас также есть. И это килл. Килл для спектры. Минус два. Легкие. На ошибки команде Дайр. Шарапнель кидает в центр. Далее сам уходит в лес. И просто-напросто фармит и линию, и леса. Совсем скоро купит уже себе молнии. Можно будет стягиваться на энчинтов. И фармить их. Заходим во вражеский лес. Возможно есть какие-то стаки. Зафармите их. Можно стакнуть средний. Стакнуть большой. И все это дело зафармите. Вообще супер будет. Шарапнель кидается. Очень хорошо. Ну и пока все очень нравится. Нажимается смок от команды Дайр. Пытаются они куда-то выйти. Кого-то найти. Надеюсь это будет не Малорин. Потому что лишняя смерть в этой игре нам точно не надо. Далее. Взял себе Аганимшар. Точнее возьмет себе Аганимшар. Еще пока денег у него нету. Дополнительный сейв. Почему бы и нет. Всегда классно. Против Марси. А что нападение у нас на Зевса. Но тут смокган по Малорину. 20 тиков у него есть. Тинитос. И Табеллендж дает. Пытается как-то выжить. 150 кп у него остается. Пытается, пытается бежать. Туда же Виспс. Марси летит. Очень быстрые два героя. Малорин пытается хоть что-то сделать. Но никуда. И отправляется все-таки в таверну. Но все равно. В целом. Хорошие фары. Файт для команды Редиантов. Убили только одного Малорина. На размен половины команды. Да. Это просто шикарно. И заработали 1400 золота. Ушли Марси. Связали. Вместе с Виспом. Пошла атака. Но летит сюда еще Тинит. И нужно убегать. Зацепили у нас Тимбера. Ой-ой-ой. Плохо. Малорина или Ясейца. Но пока ФК. Ну ему вообще все равно. На эту игру он все понял. И давайте к закупам посмотрим. Тут у нас Молнии. Тут у нас ничего. Тут у нас у Тимбера уже Даггер. Есть хоть какая-то агрессия. Тут буквально ничего. А тут пока БМ. Так у нас тут файты. Давайте их посмотрим. Ай-ай-ай. Надо бежать. Надо бежать либо убьют. Зацепили. Замедлили. И отправили буквально еще раз в таверну. О, вот это конечно плохо. Минус 4 для команды Дайер. Очень хорошо конечно. Да. Итак, давайте посмотрим что вообще у кого. Тут у нас Армлет. Брейсер. Ну и все. Владимир. Драма. Филоптерий у Зевса. Тут есть также Даггер. Ага. Камбэк от команды Дайер у нас. Не все так просто будет в этой игре. Здесь выход в Радианс. Долгий конечно. Линзу себе Зевс добрал. 12 уровень у него есть. Итак. Ресается Маурин. Так-так-так-так-так. Надо что-то думать. Надо нафармить себе гоним шар. На дополнительный сейв какой-то. Понимает он об этом. Летит на Эншентов на 16 минуте игры. Конечно поздновато. Мы его ждали здесь раньше. Мы сейчас в леса пойдет фармить. Я так понимаю. Кинет шарапнель в центр. Уйдет в леса. Видит всю вражескую команду. Можно как-нибудь зацепить Зевса. Сейчас он будет опушивать эту линию. Почему бы и нет? Выйти. Летит Фурион уже. В спину. Ууууу. Уууу. Спектра также. Убили Тине. Убили Зевса. И это минус 2 от команды Реддента. Хорошо. Очень хорошо. Далее можно выйти кстати на Тир 2 Тауэр. Немножко его побить. Или даже снести. Вряд ли команда Дарь будет его как-то дефать. Потому что нету двух героев. Это бессмыслица хоть какая-то. Шарапнель в центр. Далее стягивается на Эншентов. Хочет их фармить. Догоним шарда. Остается буквально копейки. Так он с команды Дарь отыгрывает агрессивно. Надо убить Веспа. Выход на него. Веспа убили. Шикарно. Просто дальше Марси. Тине также отправили в таверну. И Марси прямиком за ними. Хороший файт для команды Дарь. Шикарный. Аганим шард. Далее Мулрина. Дарья на Эншентов. Все это дело быстренько за фары. Дальше ставит себе апнутые молнии. Все-таки хочет играть максимально на урон. И уже снова 4000. И уже 5000 за командой Рейзентов. Делит фарм со спектрой. Отдает ей свой лес. А сам играет более агрессивно. И заходит во вражеский лес. Чтобы забрать фарм у вражеской команды. А также еще плюс мид подпушивает Широтнелью. Сам стягивается на Т2 Тауэр в топе. У Худбин хорошая связка. Фурион летит. Также тут у нас Висп. Дефут. Пытаются как-то засейвить Марси. Но Марси бьют. Ассасинейт. И минус Марси. Хорошо. Виспа также отправят в таверну. И это очередной отличный выход от команды Рейзентов. Выходит на Т2 Тауэр в топе. Но пока рано. Особо нету пуша. И очень слабый пуш потенциал. Ну кое-как допинали. Снесли Тауэр в топе на 19 минуте игры. И открыли верхнюю линию. 20 минуты игры. Активка. Худбин уже ждет. Можно стакнуть Эншентов для себя. У нас файт. Руна волшебства для Тини. Бьем Виспа. Ну тут вся команда. Нужно убегать. Огоним шарт. Отпрыгнуть. Скиптора летит. Ну ужасно. Огоним шарт. И видимо в таверну. Отправили Мелорина. И это какой-то файт для команды Дарри. Непонятно вообще как они так делают. Минус 4. Дабл килл для Марси. Вау. Просто вау. Сколько золота зарабатывали? В размен на одного Тини. Господи ты мой. Как много. Как же много Икспы. Колоссальный урон от Марси. Кстати у меня есть видео. Если кому интересно. Это Кор Марси. Это что-то с чем-то. Колоссальный урон конечно. Очень быстрый. Но очень мало фармит. Поэтому нужно бегать, бегать, бегать. Убивать, убивать, убивать. Все что надо делать на этом герое. Есть БКБ уже у Марси. Есть также армлет. И далее выход в ВБФ. Что неожиданно. Даже очень. Зачем. Я честно не понимаю. Но давайте посмотрим как он реализует данный выбор айтема. Дальше в пику хочет тебе выйти Малорин. Понимает что ему не хватает мобильности. Что очень сложно играть против Марси. Без форстап. Без пики. Это кстати идеальный выбор айтема против данного героя. Мне кажется надо было купить даже чуть раньше. Догоним Шерда. Возможно даже бы это как-то и помогло бы в лучшую сторону. Кстати 10 левел. Взял себе правый талант. Лучше бы взял конечно левый на хедшот. Но видимо захотел. Есть у него форстап. До пики остается буквально копейки. 22 минуты игры. Резается активка. Это руна щита для Зевса. Малорин дальше стягивается на иншентов. Начинает также их фармить. Пику себе докупил. Осталось донести. И далее хочет выходить в апнутой молнии. Что у нас по айтемам вообще в игре. Тут у нас поинт бустер. Выход в аганим видимо. Тут уже есть Этерна Шрауд. И также Даггер. Вместе с Кай. Здесь у нас Родиан появился у Спектри. И также сверху Яша. Хорошо. Тут есть Мека на Виспе. БКБ мы уже видели. Кираса. Владимир. Барабаны. У Висджа. Вау. Богатый. Выход в манту от Зевса. Видимо будет урон от руки. Очень сильный Зевс получается. И у Тени также есть уже Даггер. Хорошо. Нажимается Смок от команды Рейдентов. Пытаются они что-то найти. Шарапнель была заюзана на нижнюю линию. Отпушить. Кстати на 15 уровень взял себе правый талант. На скорость атаки. Так видит Марси. Связка пошла. Хорошо. Спектра. Минус Эгис. Отлично. Минус Марси. Добить. Хо-ро-шо. Выбили Эгис. Убили главного Кора. Шикарно просто. Можно было выйти на Рошана. Мне кажется убить его фастом. И забыть про это. Ну хотя кто бы бил бы. Урона особо нету. Здесь у нас молния и пика. Но это буквально ничто. 1400 дается до Гиперстона. Нажимается очередной Смок. Выбегают они во вражеский лес. Находят Зевса. Это лучшая цель. Которую только можно убить. Вместе с Кудвингом. Убивают его. И. Висп. Вау. Под сейв. Отличный просто. Ну тогда и Виспа убьют. Виспа убивает. Это килл для Малорина. Тини. Вместе с Виседжем. Тут еще плюс Марси. Хороший огонь. Вшарт. Отзонил всю вражескую команду. И просто-напросто убегает Малорин. Понимать что нету смысла файтиться. Команда Дайра грызается. Не все так просто как кажется. Он тут стаки хорошо. Очень хорошо. Стакнуть. Плюс большой. Но фурион не доиграл немножко. Не доиграл все таки. Стакнул энчетов. Но небольшой. Но это же дополнительный фарм. Почему бы и нет. Ну видимо забыл. Тимбер сцепили. Неприятно. Пытается хотя бы изменяться. В тине. Ну видимо убьют просто. И на этом все. Опнутые молнии. Купился Малорин. Интересно что же будет у нас дальше. Двадцать пятая минута игры. 15600 имеют у нас Зевс. Занимает он лидирующее место. Дальше идет Малорин на снайпере с 14600. И далее спектра с 14400. Это выход в Мом. Резкий. Неожиданный. Может маску туда проще купить. Не видит никого на карте. Поэтому немножко боится. Отпушил мид кое-как. И просто-напросто убегает по Тир-2 Тавр. Видит теперь врагов. Может выйти на энчентов. Плюс большой. Вообще как будто в идеале купить тут нужно бабочку. И далее купить нужно какой-нибудь сатаник на выживаемость. Ну и все. А что еще надо в принципе больше ничего. Видит Девса. Снизу. Телепорт. Подловить. Ой хорошо. Гоню в шарт. Шикарно зацепил. Поточечки начинает кидать. Хорошая баланч. Но не по снайперу. Очень хорошо. Легкий килл. Для команды резентов. Преимущество было только что в нуле. И уже почти две тысячи. Ошибается у нас конечно Тини. Вроде много фрагов в игре. Но все равно какая-то скучная дота. Очень много фарма. Есть мам. И сразу же выход в сатаник. Ну сатаник мне нравится. Но вот выход в момб. Видимо разберет. И потом соберет. Что же? Бабочку. Или что? Лотар. Лотар тут нужен. Я не знаю. Вряд ли сомнительно. Непонятный конечно выбор. Но давайте посмотрим. Как он его реализует. Камбэк от команды Дайра. Опять. Все в нуле. Висич добивает Тауэр в топе. Открывает у нас топ на 28 минуте игры. Поздновато. Но что поделать. Очередной файт. Убиваю Тинни. Хорошо. Марси прыгает. Работа по Виспу. Убивать. Убили Виспа. Дальше начинаем работать по Марси. Марси очень больно. Но Фуриона все-таки добила. Даблкил для нее. Хорошая связка. Марси отправили в таверну. И это хороший файт для команды Рейдентов. Классно просто. Донг делает даблкилл на спектре. Далее Висича. Зацепили. Летит спектра. Пытается связать хоть как-то хуй двинк. Но не связывает. Спектра отходит. Надо выходить на Тир-2 Тауэр. Сносить его. Нажимается глиф от команды Дайр. Непонятно где был Зевс. Все это время. С 19 тысячами нетворцем. БФ все-таки есть у Марси. Но как будто это не то. Дезолятор. Или на что. У него есть уже БКБ. Я даже не знаю. Ну Башик. Да. 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 Баш. Точно. Хорошее решение было бы с Башем. Тут выход выгоним. Совсем скоро так же будет. Тут есть Монта. Октарин уже. Но что-то как-то его не видно вообще в игре. И левел 20 так же. Сагоним шардом. То есть Сурки наваливает очень мощно. Есть Глипнер у Худвинка. Это очень классно. Тут есть Монта. Ну Зевс очень много фармит. Конечно. Да. Играет он снизу. Играет он так же на Эншентов. Отпушивает нижнюю линию. Очень много и очень часто. Поэтому очень сильно растет. Лунетворцам. Давайте ускорим игру. Чтобы не ждать паузу. Так. Итак. Возвращаемся обратно в доту. Тимбер ливнул. Да господи вам мой. Вы шутите. Ну давайте дальше. Да господи ты мой. Эти паузы. Да сколько можно. Все. Итак. Возвращаемся обратно. Итак. У нас смок сразу же от команды Дайер. Резкий. Неожиданный. Быстрый. Нашли Тимбера. Убили. Ну и видимо это будет Рошан. Рошан через минуту. А Тимбер через 40 секунд. Так. Иду дальше. Зацепили Спектру. Спектра. Также отправили в таверну. Хотя бы убить Тини. Это было бы очень неплохо. Зацепить бы как-нибудь в размен. Убить. Снайпер натыкивает. Ассасинейт. И это минус Тини. 2 в 1. Неплохо. Килл для Маурина. Убегает дальше. И видимо команда Дайер хотят забрать Рошана. Видимо все это было сделано под Рошана. Но немножко мне повезло по таймингам. Еще полминуты до него. Девс в опасности. Но тут у нас Висич заходит в спину с Аганимом. Маурина. Больно. Летит у нас Висп. Но долго летели. Ой-ой-ой. Как же много урона. По Виспу. Резли за Тимбер. На Тирдлотавр. Зацепили у нас Висича. Далее. Пошла атака. Глепнер туда же. Ульта. Добить. Хорошо. Выровняли файт все-таки. Два в два. По итогам. Слишком агрессивно отыграла команда. Дайер. И как сказать не агрессивно. А просто тяп-ляп. То есть типа они шли вместе. Как-то не вместе. Нападали все по одному так же. И на этом все. И так у нас активная руна. Рун иллюзий. Иллюзий можно отправить. Либо на фарм. Либо на отпуш. И так. Есть сатаник у нас. Доносит себя. И так же есть левел 20. Взял себе левый талант. На урон от Шарапнель. Нажимается резкий смок. От команды Реддент. Возможно это выход на Рошана. Рошан уже так же стоит. Да-да-да. Смотрит туда. Выход в Лотар. Дальше. Ну то о чем я ранее говорил. Но я даже не знаю. Есть ли смысл. Нашли Зевса. Зевса убили. Дальше Виспа. Виспа так же убили. Марси. Марси тут нету. Тини так же нету. Минус 2 получается. На ровном месте. Просто так. И это фри Рошан для команды Реддент. А тут еще видят Тини. Пытаются как-то его подзацепить. Форстафа нету. Огоним шард. Хорошо. Замедлили. Кудвинг. Ультует. Замедлить. Телепорт даже. Глейпнер летит туда. Настолько прям. Очень сильно хочет убить этого Тини. Вы на это посмотрите. Это килл для Малрина. И плюс фри Рошан для команды Реддентов. И Аегис для Спектры. Хорошо. Скади появляются у Спектры. Невероятно. Плотный герой у нас становится. Очень сильный. С мега контролем. И дополнительным уроном. Есть башер. Башер есть. И так же маленькие криты. Сильвер. Сильвер. Далее ставит себе Малрин. Или бабочка. Или Сильвер. Или бабочка. Тут не понять. 22 тысячи. У него уже есть. Снесли Тирадентавр снизу. Открыли. Ну конечно долго открывают. Но открыли. Дальше бабочка все-таки. Да. 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 Выход в бабочку. То, о чем я ранее говорил. Что это идеальный выбор. Боится пока выходить на Тирадентавр. Вся команда Дайр. Реснулась. И поэтому. Ссыкует. Можно с командой. Нажать смок. Выйти куда-то. Кого-то убить. И потом пробовать заходить на ХГ ломать. Руна Регена. Я не вижу Зевса в этой игре. Огромный нетворс. Но в файтах его почему-то нет. Он все фармит. Фармит и фармит. Где фармит? Что фармит? Зачем фармит? Так у нас там Марси. Можно проследовать за Курьером. Но был заюзан Зевс. Ульт. Теперь понимаем, что все герои у нас в смоке. Пошла атака по Зевсу. Зевс в опасности. Потяните. Не работаем. Тинни убиваем. Надо идти дальше. Ассасинет Зевса. Зевса убиваем. Это дабл килл для Малорина. Но нет. Донг добил все-таки у нас сам Тинни. Надо идти дальше. Ну какой неподвижный герой-снайпер. Вы на это только посмотрите. Он все бежит. Все бежит за командой. Но не успевает за ними. Станов нету. Станов нету у команды Реддинта. Вот в чем огромная проблема. Нету станов. А пушит пока в верхнюю линию. Тут убили ВСПА. Снизу. Ну нужно заходить по центру. 9000 вы ведете. Айгиса нету. Все равно можно зайти. По центру по боту. По любой линии. Нету Зевса. Нету ВСПА. Почему нет? Почему не ломаем? Нету БКБ. Нету ультов ни у кого. У Марса уже есть. Запушены все линии. Почему? Боятся. Настолько прям. Ну бабочку себе дофармил Мэл Рин. Хорошо. И дали оставить себе БКБ. А надо ли она ему здесь? Ну как будто сомнительный. По нему даже не ударили. Мне кажется можно и без бабочки обойтись. Ой не без бабочки. А без БКБ. Рулу богатства забрал. Лиса фармит. Играет на свой фарм. Сейчас подумаем что возьмет. Может быть на байбэк на всякий случай. Миндзе гир для него. Хороший выбор. Нашли спектру. Ну возможно есть байбэк. Надо файтиться дальше. Байбэка нету. Беспектр и 4 в 5. Убивает также еще Тимбера. Это даблкил для Марси. Виспа надо было убивать. Господи ты мой. Пожалуйста помогите. Тинни прыгает шикарно. Просто тосает на снайпера. Тинни умирает. Дальше. Виседжа убить. Это конечно будет очень круто. Какой плотный герой. Даблкил для Малорины все таки. И итоговый файт 2 в 2. Дальше Зевса. Но Зевса сложно подцепить. Есть Пика. Есть Аганим Шард. Идет. Но там уже никак. Ниндзе гир. Сбили. На телепорте. На телепорте. МКБ. Все таки выход в МКБ. Что у нас там по айтемам кстати. Возможно бабочка. Нет бабочек нету. Обессал у нас будет у Марси. Тут уже появился Аганим. Тут есть Шива кстати. Очень тимбер плотный. Запакованный. Может идти танчить. А вот Фурион. На суппорте вы посмотрите. Аганим и Хекс. Хекс на Фурионе. Ну это Фурион конечно да. Он очень мощно фармит. Может хочет тебе взять 25 уровень Маурин. Ну конечно очень много фармит. Бегает по всей игре. 409 добитых крипов у него. Летит на нижнюю линию. Резко к команде. Видит Марси. Туда же летит у нас и Висп. Зацепили Зевса. Зевса убили. До 25 уровня остается буквально немножко. Центр хочет отпушить. Непонятно. Или выйти на Висп. Но в соло не убить. Очень плотный герой может быть со Спектрой. Но у Спектры нет ультимативной способности. Виспа найти. Шикарно. Легкий килл. Там Гост. Замедлить. Летит Фурион. У него есть Хекс. Хекс. Хорошо. Богоподобен для Маурина. 25 уровень. Взял левый талант на 25 уровне. Значит что Шарапнелли. Там Тосут прям в Марсе. Ой-ой-ой-ой-ой. Сатаник нажимаете. Просто напросто откидывается. Дабл килл долян. Маурина. Дальше работаем по Висаджу. Сбить как-то телепорт. Хватит урона. Не хватает. Буквально тычечки. Но все равно хороший файт для команды Редендов. 15 тысяч не ведут. И 1800 золота они заработали за этот файт. Дурашан еще целая минута. И мы узнаем только когда он арестится. Поэтому нужно заходить уже на ХГ. И пробовать хоть что-то сносить. Но у четверых героев из команды Дарь есть байбэк. Зайти будет невероятно сложно. 29 тысяч 400 у Маурина. Пошла атака по Висаджу. Хорошо. Тинни пытается хоть как-то задефать. Но Висаджа это не поможет. Убили его. Далее пошла атака также по Тинни. Зацепили Тинни. Тинни отправляются в таверну. Дальше Зевс. Зевс должен быть поаккуратнее играть. Зевса также убивает. И это даблкил для Маурина. Плюс еще падает нижняя линия. И сразу же на Тин 4 тавер. Без байбэков. Без ничего. Вы обалдели. Вы можете файтиться хоть как-то. Но настолько сильно они сдались. И видимо на этом все. Байбэки пошли. Все-таки хотят играть. Прыгают у нас на снайпера. Но там уже и сатаники пика и все. Ну куда? Плюс Хекс. Вис пытается как-то дефать. Дефает? Неплохо кстати. Ну патрон надо работать. Тосует снайпера. Ну не туда куда надо. Куда надо было на тосать на Марсе. Просто убивать его. Вот и в сторону прям. Подфонтана. Подфонтана просто-напросто изничтожает врагов. Уууу. Маурин. Как же хорошо. Даблкил очередной. Убил всю команду и закончил. Шикарная игра от него. Хороший счет кстати. Но Зевс мне не понравился. Как отыграл в этой игре. В целом. В целом все было неплохо. Весел. Но немножко скучновато. Очень много фарма конечно. Хотелось бы более активной доты. Хотя много файта было. Но все равно как-то так. Вот такая вот у нас вышла сегодня игра ребята. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.